Дорогие господа, всем хорошего вечера, хорошего настроения. Мы надеемся, что оно у вас будет таким 100%, потому что мы здесь собрались по замечательному поводу. Расскажи, Аленочка, что за повод у нас сегодня? Дорогие друзья, сегодня будет не только презентация, она уже состоялась у нас месяц назад. Сегодня будет дегустация вина компании Центурио. Редактор субтитров А.Семкин Мы рады приветствовать вас в Москве. Вы были у нас на презентации компании Центурио. Сегодня вы находитесь на дегустации. Как вам наша первая презентация? Мы остались очень довольны презентацией. Было очень много народу, которые интересовались нашим вином. Очень рады представить всю линейку сейчас на этот вечер. Остались очень довольны. А как вам Москва? Вы в Москве первый раз находитесь? Уже несколько лет я приезжаю сюда, но сейчас мы хотим провести эту презентацию с компанией Центурио, чтобы была хорошая коллаборация. Я слышал, что в России очень гордятся уникальными вещами, необычными вещами. И мы очень рады, что будем сотрудничать с компанией Центурио. А чем ваше вино лучше других вин? Я думаю, что не существует вина лучше одного, лучше другого. Наше вино уникально тем, что рассказывает именно нашу историю. Это три поколения, которые с любовью и страстью выращивали виноград. И мы хотим рассказать эту историю о нашем месте, о чудесном регионе Лацио, о нашем городе, который находится около Рима. Ну а вы считаете, что ваше вино вкуснее, чем вашего коллеги? Нет, наше вино, я не считаю, что оно лучше, чем моего коллеги. Это немножко другое вино, выращенное на этой же земле, только из натуральных продуктов. Поэтому мы, конечно же, гордимся его качеством. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы вместе с вами продегустируем вина этих двух замечательных компаний и узнаем, какое для себя самое вкусное. Алим, ты являешься учредителем компании Центурио. Поделись, пожалуйста, своим мнением по поводу нашей сегодня дегустации. С удовольствием. Вечер добрый. Дегустация на самом деле проходит великолепно. Я бы хотел, конечно, поблагодарить сначала тебя, Аленочка, обязательно, и Анну Грачевскую. Вообще молодцы. Без вас у нас ни одна дегустация не проходит. У нас в феврале была презентация. Сейчас у нас проходит дегустация рестораторов и уважаемых людей, так скажем. Все отлично, все довольны. Много у нас вина вкусного. Мы хотим всем продегустировать свое вино, чтобы было все отлично. Алим, скажи, пожалуйста, какая цель была сегодняшнего мероприятия? Наша цель была сегодняшнего мероприятия. Мы хотели показать, что мы можем выйти на российский рынок, что у нас есть вкусное вино, которое может быть актуально на каждом столе. И я думаю, нам это удалось. Все довольны, всем очень понравилось. Особенно я хотел бы обратить внимание на гасперине, красное, полусладкое, фраскате и вирбио, сладкое, розовое. Вирбио потрясающее вино. Я в него влюблена, честно признаюсь. Без него, мне кажется, ни один праздник не должен обходиться. Потрясающе. Я согласен. Но мы на самом деле очень сильно старались. Мы для российских женщин, это все было задумано. У нас это получилось. Я думаю, опять же, я бы хотел заметить и подчеркнуть, что в лице вас, девушек, у нас каждое мероприятие получается великолепно. Спасибо вам огромное. Ну и спасибо вам, что вы нас приглашаете на такие замечательные мероприятия. Мы вам желаем от нас, Санечка Грачевской, чтобы ваша компания развивалась, процветала и чтобы на каждом столе в России стояло ваше вино. Анют, мы сегодня с тобой опять ведущие этого замечательного вечера. Презентация и дегустация вина от компании Центуриал. Ну, я, конечно же... Коллеги, я бы даже сказала. Просто и не я, не того мероприятия сегодняшнего. И чему я несказанно рада, потому что здесь, как нигде, можно подегустировать. Ну, мы с тобой как красное и белое вино, которое просто незаменимо, правда? Абсолютно точно. Без него не обходится ни одно мероприятие, ни один праздник, ни одно событие. Оно всегда украшается хорошим вином. А если это вино от компании Центуриал, то это в тысячу раз умножает радость праздника. Конечно. Анют, ну, такой банальный вопрос. Какое вино ты предпочитаешь? Белое, красное, сухое, полусладкое, игристое или шампанское? Ну, как бы нет вариантов ответа, да, потому что... Не буду скрывать, что на прошлой презентации мы напробовались вино. Надегустировались. Дегустировались, и оно стало, безусловно, фаворитом. Это Virgio. Virgio. Ну, практически близко. Мне кажется, в этом Virgio есть что-то Virgio, да, потому что оно такое будоражащее. Даже само произношение, да, сразу на сексуальную нотку уводит. Сесть на метлу и улететь после бутылки такого вина. Вот, но я еще очень люблю Рислинг. После него многие плюются и говорят, что это кислятина, это молодое вино, но я его очень люблю. А также очень люблю Ламбруска. Такое игристое вино, тоже многие плюются. Вот, но я его тоже люблю, потому что оно очень сладкое, напоминающее, такие детское шампанское, наверное. Ну, ты так прекрасно сейчас рассказала, после этого точно никто плеваться не будет. Но я думаю, что все побегут еще закупаться вином от компании Центурио 100%, потому что, ну, можно даже, так сказать, мы его разрекламировали сейчас, практически в прямом эфире. Ну, Анют, а ты знаешь какой-нибудь анекдот про вино? Слушай, вино про... так, сейчас дай подумаю. Ну, нет, наверное, анекдоты я сейчас тебе не вспомню. Я могу сказать, что... Единственное, что спрашивают у мужчины, да, по поводу выдержки вина и женщины. Он говорит, что выдержка женщины должна быть меньше, чем выдержка вина. Тогда все получится. А вино как раз наоборот, с большей выдержкой. Вот так, друзья, пейте больше вина, и жизнь ваша будет прекрасна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!